Волосы такие прям мягенькие, охренеть! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и давно у нас не было покрасочки никакой, потому что, в принципе, я нашла свою краску для волос, сейчас я крашусь там эстель, по длине 9,76, на корнях 8,76, для того, чтобы у меня был вот такой плавненький переход. Ну, пора уже, на самом деле, подкраситься, но, в принципе, меня устраивает, особенно, когда чистая голова, очень плавный переход, такое ощущение, что я прям натуральная такая блондинка, у которой темные корни, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И да, уже скоро красится, но тут я зашла в магазин белорусской косметики, и вдруг увидела вот такой вот оттеночный бальзам, я там вверх ногами показываю, и решила, что, ну, хочу покрасить немножко он с розовым отливом, здесь цвет такой называется 16, жемчужно-розовый, плюс он без аммиака, без перекиси водорода, просто наносится на волосы, на чистую голову и 30 минут выдерживается, и будет у нас какой-то легкий оттенок. Я подумала, что прежде чем красить волосы опять, да, ну, с перекисью водорода, можно попробовать оттеночный бальзам, который, насколько я помню, у белорусской косметики не сильно пигмент, не сильно такой будет, что я прям буду розовая. Я уже забыла, на самом деле, как-то давно я пробовала такую масочку, но сейчас хочу с вами попробовать еще раз. Кстати, на своем втором канале я тоже в белорусской косметике купила офигенную маску для лица, но офигенная она, в первую очередь, от того, что она очень прикольная, она для трех зон на лице, если интересно, я там делаю тест-обзор, ссылка под видео, обязательно смотрите, очень прикольная, рисовала у себя на лице, можно сказать. Вот такой оттеночный бальзам, 150, опять забыла, 156 или 158, короче, 150 с чем-то, вот. Ну, в общем, хочу себе жемчужно-розовый, давайте попробуем, все здесь очень просто. Для начала нам нужно помыть волосы, давайте для начала вот так вот прям сравним. Видите, цвет у меня какой, чтобы потом мы сравнили с тем, что будет после. Так, даже грязные волосы, смотрите, у меня блестят, все хорошо. Конечно, им все равно требуется уход. Свет не буду менять, все вот так и будет стоять, и камеру тоже не буду менять. Пусть все вот так стоит, чтобы мы прям как следует сравнили. Все, пошла мыть голову, шампунь, кстати, я тоже буду использовать белорусские. Я вот покупала белорусской косметики, это типа у них профессиональная серия какая-то. Здесь идет без лауретсульфата, без красителей, без силикона. Восстанавливающий такой, гипоаллергенная отдушка, то есть ее нет никакой. Я уже давно его покупала, в общем, сейчас бальзам и шампунь покупала. Сейчас я им помою голову, потому что все другие шампуни закончили, все, он один остался. Ох, не нравится мне этот шампунь. В первую очередь мне не нравится его запах, поэтому он всегда стоял. Возможно, я, конечно, он уже пропал, срок годности посмотрю. Я реально его уже очень давно покупала, и я помню, что я один-два раза им попользовалась, потому что он целый почти. И все, и поставила. Но мне что-то в нем не понравилось. По-моему, это был его запах. Хоть он какой-то типа с запахом гипоаллерген, но какой-то запах, знаете, ну реально пропавший уже. Нигде не вижу даты. Никакой даты нигде нет. Может, дата смылась уже? Да, наверное, она вот здесь была. Может, я уже просроченным шампунем даже мою. Но тогда я им тоже не мыла, потому он стоит. Хотя бальзама не вижу. Бальзам, наверное, все-таки выполоскала. Так, все, помыла голову. Сейчас мы ее немного подсушим. И начнем наносить наш бальзам. Так, итак, расчесывать не буду волосы, когда у меня таким шампунем. Помыты, их просто очень сложно расчесать. Нужно наносить сразу бальзам. Так, немного подсушили. Вода не течет с наших волос. Можем, в принципе, наносить бальзам. Наносить я буду руками. Я даже не буду надевать перчатки. Потому что я уже заглянула внутрь. Здесь было все запечатано. Я уже заглянула, посмотрела, какого цвета. Цвет абсолютно не страшный. Даже если такого цвета будут волосы, я думаю, они быстро смоются. Поэтому я просто вот так прямо наношу на руку. И буду вот в хаотичном порядке все это наносить. Потому что я не люблю все красить прядями. И так далее. Одну сначала, вторую. И сначала я начну с кончиков. Потом буду продвигаться наверх. Для того, чтобы, если не хватит, получилось какое-то омбре. Корни, естественно, не возьмутся. Расчет все идет хотя бы на кончике. Чтобы там появился новый оттенок. Кстати, эта кофточка уже мне маленькая. У меня торчит пузо. Не видно. Но вот. А, да, видно. Вот она торчит. Она уже какая-то маленькая мне. Я думаю, что если она испачканится, ничего страшного, я ее просто выкину. Так, ладно. Все перемешиваю вот так. И наношу бальзам на волосы. Запах просто какие-то духи. Запах шикарный. Очень вкусно пахнет. Я не знаю. Может, конечно, я делаю ошибку, что наношу именно так. Кругому мне лень. Белая, как видите, масса, цвет моих волос не меняется пока. Удобно выдавливать. Вторую сторону. Прям воды не хватает, честно говоря. Прям вот так. Надеюсь, никому не плохо от моего нанесения бальзама. В любом случае, если ничего не возьмется. Или возьмется как-то там непонятно как пятнами. То просто при следующем окрашивании я все затонирую с аммиаком. У меня волосы прям лезут. От бальзамчика. Охренеть. От бальзамчика так лезут. Или просто от того, что все так. А-а-а-а-а. Просто ужас. Или что это такое? Так, мне нужна водичка немножечко, чтобы все это распределить получше. Если честно, мне еще кажется, что это все-таки оттеночный бальзам такого накопления какого-то должно быть. Либо, может, волосы должны быть очень-очень белые. Чтобы прям сильно видно его было. Опять лезут. Ну, это не может же быть от бальзама так. У меня так волосы не лезут обычно. Прямо. Он как бы наоборот должен укреплять там все дела. Может, он как бы разжижил мои волосы. Ну, в плане. И просто все, что уже вырвано, все начало оказываться у меня в руках. Так. Давайте теперь сделаем вот так. Все. В общем, я нанесла. Все пропитано от кончиков до корней даже. Закалываю это все делаю наверх. Что-то у меня большие сомнения, что у меня вообще хоть что-то будет. Блин. Я в шоке. Посмотрите. Я в шоке. Напишите, кстати, кто-нибудь пользуется этими бальзамами. И действительно, как у вас это все получилось. Я просто уже столько волос выдрала. Все, ждем 30 минут. Пакетом еще там написано накрыть. Сейчас пакет еще пойдет. Нашла. Ароматный мусорный пакет. Так. Все это сейчас мы запрячем. Пусть свет хоть какой-нибудь появится. Что-то у меня дикие сомнения какие-то. Так. Что еще хотела сказать. А, давайте почитаем. Тут же не просто у нас с вами этот бальзам. Он же там что-то делает. Какой-то тут типа замечательный. Он с маслами. Карите и оливы. Оттеночный бальзам. Прекрасное средство для придания вашим волосам красивого модного оттенка. То есть обещают все-таки оттенок хоть какой-нибудь. Не раздражает кожу головы во время окрашивания. То есть с учетом, да, что надо на кожу наносить. Не наносит вреда волосам и улучшает их структуру благодаря активным ухаживающим компонентам. То есть не должны от него волосы лезть. Выдерживает 4-6 кратное мытье волос. То есть, блин, я чувствую, что оттенок должен быть нормальный. Чтобы он еще и не смылся с первого раза, понимаете. Интенсивность оттенка волос после окрашивания зависит от структуры и исходного цвета ваших волос. Но у меня блондин, как бы. У меня кончики вообще там и пористые. На кончиках должен хотя бы цвет оттенок какой-то появиться. Так что давайте тогда ждать полчаса. Засекаем. Ну что, мои хорошие, пока ждала. Даже видео начала уже монтировать. Прошло у нас минут 40 где-то. Давайте посмотрим, что с волосами там. Ну, вот как я и думала, никакого цвета, видите, не появилось. Поэтому я думаю, что когда мы смоем, какого-то оттенка и не будет. Запах такой же прекрасный. Нет, хотя оно в целом как бы есть, может, легкий какой-то там отлив. Но мне кажется, посушится и вообще разницы реально не будет никакой. Может, это реально какой-то, ну, набирает он, наоборот. Ну, как бы, набирает, нужно набирать. Давайте расчесываем волосы в ткани. Вот в масочке вот такой вот. Очень хорошо расчесывается. Сейчас еще вылезет целая копна волос. Кто-то может сказать, Селена, не расчесывай мокрые волосы ни в коем случае. Но мне лучше их расчесать под бальзамом, мокрые, чем потом сухие. У меня они сложнее расчесывать. Самое интересное, что там написано, что смывайте волосы, пока вода не станет прозрачной. Но у меня она вообще никакого цвета не была. Она у меня сразу была прозрачной. Поэтому мне можно было, наверное, и не смывать. Все, сейчас высушим, да, будем сравнивать. Еще хотела сказать, что сам как бальзам, ну, он реально хороший, ну, 30 минут. Наверное, любой бальзам, если подержать 30 минут, он там так хорошо впитается. Вот, но этот прям хороший, волосы такие прям мягенькие, прям вообще такое прям под водичкой. Супер, вот сейчас я даже пробую, они очень такие прям мягкие. То есть, как бальзам, бальзам хороший. Точнее, не как бальзам, а как маска получается. Потому что бальзамополаскиватель мы нанесли и сразу смыли, да. Здесь оценивается именно за короткое время, как он себя действует на волосах. А маска это уже какое-то время держать. Ну, 30 минут, это, извините меня, маска не хухры-мухры. Ладно, сушим. Ну что, время подводить итоги. Так, что я могу сказать за качество волос? Качество волос просто шикарное. Я реально долго их сушила, как будто они так напитались изнутри, что их нужно было изнутри посушить. И реально они до сих пор вот прям тяжелые, прям кончики тяжелые прям. Вот видите, кончик даже падает, насколько он у меня сухой. Ну, как бы все равно. Ну, не знаю, мне нравится прям волосы, прям классные. По поводу оттенка... Слушайте, может быть, этого сейчас не видно, но это реально оттенок. Это не цвет. Цвет волос остался мой. И пока я сушила под легким преломлением света как-то, я вижу, что есть этот розовый оттенок. Реально. То есть, его еще нужно разглядеть. Возможно, это действительно накопительный эффект. И мне даже кажется, что она работает еще менее, чем вот у меня с Estelle оттенки, да, там синий такой шампунь, может, знаете, да, синий шампунь, синий бальзам. Мне кажется, что даже они с первого мытья, и не нужно 30 минут ждать, с первого мытья делают оттенок. И то покруче даже оттенок. Я имею в виду, что его видно, этот оттенок. А со второго, так вообще, как будто бы покрасились каким-то цветом. Ну, как видите, здесь совсем не видно, наверное, да, оттенка. Здесь не видно. Вот давайте сравним. Вот рядом тут поставим. И сравним. Мне кажется, в целом ничего даже не изменилось реально. Цвет такой же. Ну, корни, естественно, не тронулись. То есть, я рассчитывала на самые осветленные свои кончики. Но, когда я смотрю в зеркало, реально, вот так вот, я вижу этот оттенок. Его не было раньше. Что-то появилось. Но очень отдаленное. Очень отдаленное. Вот. В целом, качество волос классное. Не знаю, может быть, этот оттенок стоит, знаете, не вот этот брать прям, что он на картинке здесь такой прям белый, да. А может быть, если взять там, типа, красное дерево какое-то, где на картинке он будет темным. И тогда, если волосы сделать таким оттеночным бальзамом, то, возможно, появится цвет и уже будет похоже что-то на какую-то тонировку интересную, да. А здесь, ну, как вы видите, не знаю, вы не видите, наверное. Ну, в общем, вот такой бальзам. Не знаю, затестила. Напишите свои отзывы, кто пробовал, как пробовал. Вот. Какие волосы, я довольна. Ну, а цвет, по-моему, особо не изменился. Вообще не изменился. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, мое видео было полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и на мой второй канал, где делаю тест-обзор на точечную продукцию разную. В общем, подписывайтесь на мои оба канала. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok